Доброе утро! Вы можете купить роликовые конди в доме Дэнди. Ну ладно, я уже заговорился. Поскорее начнем нашу программу. И сейчас вы узнаете такой классной игрушкой, которая называется «Мир». Кономи 3 на... на креставке Дэнди. Фирма Кономи создала свой очередной восьмибитный шедевр. Кономи World 3. Мир Кономи. Эта игра довольно разнообразна, так как создана над массивом нескольких игр фирмы Кономи. Поэтому, играя в этот компот, вы сможете просто поездить, полетать, поплавать. Но и многое-многое другое. Хочу сказать, что вы управляете никем иным, как маленьким роботом, который с каждым уровнем трансформируется в какое-нибудь средство передвижения. Или просто в человечка. Оружие у вашего героя одного вида. Да и стреляет оно, прямо скажем, неважно. Круче всего, программисты компании Кономи оторвались на боссов, которые представлены нам в виде тоже каких-нибудь видов транспорта. Например, паровоза или самолета. И, как всегда, вашего оружия не хватает. И вам придется использовать все свое умение, чтобы уничтожить их. Хочется заметить, что игра полна сложностей и ловушек. Если вы любитель подобного рода бродилок, нет, леталок, нет технобоевиков, а вообще сам не знаю чего, то эта игра именно для вас. КОНЕЦ 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 И так, приставочка из Сега Мега Драйв 2. И сегодня речь пойдет, как вы уже догадались, о игре Индиана Джонса. А именно, приключения молодого Индиана Джонса. Фильмы и серии о приключениях Индиана Джонса были сняты значительно давно. Но не так давно был снят фильм о приключениях молодого Индиана Джонса. И сразу после него в свет вышла новая игра на Сега Мега Драйв, которая полностью соответствует сюжету этого фильма. В этой игре задача молодого археолога найти карту к сокровищам, кусочки которой разбросаны по всему свету. Ну и, конечно же, найти сами сокровища. Но все это не так-то легко. Враги не дают вам и шагу вступить. К счастью, в арсенале Индиана Джонса не только его влюбленный, уже давно нам знакомый с ним, а также его трофейный допотопный пистолет и не менее допотопные гранаты, которые находятся в ограниченном количестве. Хочу сразу предупредить, что Индиана Джонс не супермен. И прыгнув даже с не очень высокого выступа, он потеряет какое-то количество жизненной энергии. Но это не главная опасность. Берегитесь лучше боссов, которые есть в каждом уровне. Будьте готовы к встрече с ними. Не тратьте попросту гранату на всякую мелочь. И особенно будьте осторожны в южных странах. Ведь там есть то, что больше всего на свете ненавидит Джонс. Это змеи и скорпионы, достигающие порой, громадных размеров. Игра достаточно интересная и сложная. Но я уверен, что если у вас есть опыт крутого игрока, то вы пройдете ее и останетесь в восторге от этой игры. Оденем роликовые коньки, вооружимся портативным уличным оружием и отправимся на улице города играть в скитчен. Именно так и называется наша сегодняшняя игра. Гонки бывают разные. Это зависит от средств передвижения и от правил проведения данного спортивного мероприятия. Есть строгий вариант, Формула-1. А есть свободный вариант, скитчен. В частности, он свободен от каких-либо правил вообще. Встаете на роликовые коньки, выходите на трассу типа пригородного шоссе крупного города. В час пик. Не забудьте приходить с собой монтировку. И хорошенько разогнавшись, начинайте свое путешествие по городам и штатам, цепляясь за бамперы, проезжающие мимо автомобилей. И молотя по головам своих соперников. Представили такую картину на его? Нет? А вот фирма Electronic Arts представляет и регулярно проводит подобные соревнования со всеми, кто включает свои приставки и запускает эту игру. В этих спортивных состязаниях есть даже свои чемпионы. От города к городу ваш личный рейтинг будет возрастать. Только попадите в первую пятерку по результатам заезда. Для поддержания высокого спортивного духа вам предлагается также вариант игры вдвоем. Что очень ценят любители компьютерных гонек. Ведь играть в одиночестве иной раз не съедает. А поиграть с приятелем вдвойне интереснее. На вашем пути огромное количество машин, каждый из которых вас может сбить. Что щеревато в потере жизни и времени. Но согласитесь, что игра с китчен без присутствия машин выглядела бессмысленно. Ах да, не советую вам цепляться за полицейскую машину. Если его водитель это заметит, вы надолго распрощаетесь с трассой. И возможно победа была так близка. За каждую пройденную трассу вам дают определенную сумму денег. В зависимости от занятого места. На них вы можете усовершенствовать свои ролики, купить новые перчатки, чтобы легче было цепляться за машины. Ну и многое другое. Как вы уже, наверное, догадались, в игре большое количество уровней. Естественно, есть система паролей, в которой учитываются все ваши выигрышные очки. И напоследок хочу сказать, если у вас нет роликовых коньков, а за монтировкой лень идти, то проще будет включить переставку Sega Mega Drive с картриджем с китчен и насладиться игрой. Я уверен, что многие обладатели 32-битной приставки Panasonic 3-2 любят мультяшные игры, такие как Space Ace и Dragon Slayer. Но вряд ли они знают такую игру, как с Трэхом. И именно сейчас о ней пойдет речь. Прошли времена добивших прицелей Dragon Player и космических рейнджеров из Space Ace. Эти замечательные мультяшки мы уже прошли и не один раз. Поклонники этого жанра ждут и дождутся появления следующего хита. Ждали-ждали и дождались. Трэхом. Молая мультикликационная игра по всем параметрам превосходящие вышеупомянутые игры. Немного о сюжете. Жена им тужила одна волшебная страна. Все у нее было хорошо и благополучно. Но, как всегда, нашли злодеи, проботевшие этот райский уголок. Также в ее силу похитили магические кристаллы, поддержающие огромные силы. В это время в Страхе вернусь от них. Именно им и придется ван управлять. Оружие героя недалеко ушло от Dragon Slayer. Но тот же доблестный меч тихо радостно. Среди ее нельзя. И вдруг он в этом месте сделать нечего. dumpore. Мука! Мука! Принцип игры, по сути, как и Space Ace. Необходимо в определенный момент нажать определенное направление или кнопку. Здесь в Страховке подносится руководитель для игроков, добавляя еще одно действие для вашего героя. Этим самым сложным игру. Это накопитель энергии. Во время игры вы будете впадать в различные ситуации, из которых просто так выбраться невозможно. И тут необходимо накопить силы, нажимая на определенные смыслы. Причем эту силу нужно накопить за определенное время. Говоря о уровне, их больше вести, а то и сложнее другого. Если в Драгонслейер уже не представлял собой отдельную комнатенку или коридор, то здесь-то огромные пространства с кучей массивных препятствий. Иной раз уровень представляет собой целый замок или огромнейший господин. И всюду под ногами путаются противники. Даже, можно сказать, выпутайтесь. Ведь иной раз они достигают таких размеров, что по ним можно устроить тупоход с ночевкой от головы до ног. И, как всегда, не обойтись без боссов. Вы можете представить, какие они будут. Из-за всего, что вы сейчас услышали, были только жалкие цветочки. Но остывать уже поздно. Так что приготовьтесь к серьезнейшей борьбе, которая ждет вас впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А, а теперь традиционные рубрика-холки. И сегодня секреты будут для игры в газонокосильщик на Сеге. Игра газонокосильщик на приставке Сега. Нажмите во время игры на старт и введите код вверх, вправо, А, Б, А, вниз, влево, А, вниз. Если вы нажмете на кнопку Б, вы перескочите на следующий уровень. А если вы нажмете на кнопку С, то перед вами откроется секретное меню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот наша передача и подошла к концу. И наш традиционный три вопроса вы увидите через несколько секунд. Ах, да! Радостная новость для всех любителей покататься на роликовых коньках. На следующей неделе, в пятницу, на площадке около дома офицеров в 5 часов, состоятся мини-соревнования по этому виду спорта. Признат дома Дэнди обеспечены. Желаю вам удачи. Приходите вы или пошалейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok